Уже не первый год жители дома номер 23 на улице Горького, города Краснозаводск, чувствуют себя далеко не комфортно в собственном жилье. Дом находится в аварийном состоянии. По словам владельцев квартир, зимой здесь бывает невероятно холодно. В том числе и потому, что трещины распространяются по всему зданию. И с обратной стороны точно так. Ванку не зло в течение года. Будем думать. Все это закончится и даст Бог, это последняя зима. Ну, хотелось бы, да. На встречу с жителями 23-го дома приехал депутат Государственной думы Сергей Пахомов. В этот день на улице собралось большое количество заинтересованных в решении проблемы людей. Он посмотрел на месте реальное состояние дома и пообщался с жильцами. Депутат заявил, что ремонт нового комплекса уже идет и в скором времени начнется процесс переселения из аварийного жилья. В программу входит и дом номер 23 по улице Горького. Ваши попадают в программу? Наши попадают, но мы боимся, что или не достроят кто-нибудь опять обанкротит, или еще что-нибудь в этом роде. Даже и не переживайте. Это не то, за что сейчас стоит переживать. Со своими вопросами к Сергею Александровичу обращались и другие желающие получить квартиру в Краснозаводской новостройке. Выслушав их проблемы, депутат Госдумы пообещал помочь в их решении и оказать помощь в переселении. Прошу, бывает, через судебные решения, которые в оперативном порядке проводятся такие, да, может быть проще, просто пройти через нее быстрее, проще и без проблем. Нам сказали, что через суд, но мы подаем, а никак у нас не получается. Я попрошу коллега из администрации, чтобы подсказали, что отправили. Отдайте мне только одинаково. Новое жилье для переселенцев строится на улице Театральная. Там уже на протяжении месяца идет подготовительный этап – заливка бетонного основания и монтаж блоков. Здесь ведется строительство четырех домов, состоящих в первую очередь два дома и во второй очередь следующие два дома. Общая площадь строительства 20 тысяч квадратных метров жилья, соответственно, 10 в первую очередь, 10 во второй. Вот, значит, в первую очередь у нас планируется второй квартал, ну, до сентября 2022 года, и через год, соответственно, вторая очередь будет введена. В первую очередь два трехэтажных дома, во второй очереди четырехэтажные дома. Общее количество квартир – ну, 200 квартир. Вот в первую очередь. В вторую очередь, пока мы точно не можем сказать, там идет определенная квартирография, составляется в зависимости от того, сколько ориентир строительства данных домов под переселение, безусловно. Определенная сложность в связи с тем, что переселяемые квартиры имеют определенную площадь, и то есть вынуждены будем давать подплощадь, но не менее той площади, из которой выселяется соответственно человек. По словам руководителя проекта, сроки более чем реальны, и уже к 1 сентября 2022 года первый блок домов должен быть построен. У нас достаточно большая программа расселения аварийного жилья, там тысячи и тысячи, десятки тысяч метров, уже достаточно сделано, многие жители уже получили ключи от нового жилья, но впереди, конечно, еще больше работа. Вот один из объектов, это город Краснозаводского, наверное, весь, можно сказать, одним объектом, здесь около трети вообще всего существующего жилья, уже под определение жилья слабо подходит. Мы со строителями остановились на сроке 1 сентября следующего года, то есть жителям придется перезимовать в своих старых квартирах еще всего лишь одну зиму. Но здесь как раз сейчас находится руководитель и главный человек на стройке, главный инженер, скажем так, начальник строительства. Вот мы с ними договорились, что если 1 сентября следующего года жителям некуда будет переехать, то как минимум три семьи, названных сегодня, что значит, мы с ними поменяемся квартирами на одну зиму. Я специально говорю вам на камеру, чтобы об этом никто не забыл. Андрей Ковылов, Сергей Власов, День города.